Первые шесть игроков Красногорского футбольного клуба закрепили за собой статус членов профессиональной команды. Подписание контрактов с Зорким в рамках перехода синий-желтых во второй дивизион состоялось на одноименном стадионе. Для спортсменов это фактически означает трудоустройство, а для команды новый, более высокий уровень в футбольной иерархии. В прошлом году футбольный клуб Зоркий занял третье место в чемпионате Московской области Лига. По спортивному принципу мы могли пройти этап лицензирования Российского футбольного союза и при успешном проходе лицензирования получали лицензию для участия в ФНЛ-2. Соответственно мы этой опцией воспользовались и успешно с апреля по июнь мы прошли лицензирование и на сегодняшний день получена лицензия Российского футбольного союза. За клуб, который тебе дорог, будет ответственность самая максимальная. Мы идем от игры к игре, только победы. Но я не их загадываю наперед, нам главное побеждать в каждой игре потихоньку, формировать состав, наигрывать состав, связи на поле. Вновь обретенный статус обязывает команду усилить и руководящий состав для отстаивания интересов клуба, игроков и тренеров в жестких условиях профессионального спорта. Президентом Зоркова назначен Виталий Левченко, возглавляющий муниципальную футбольную федерацию. Он отметил, что администрация и лично глава Красногорска горячо поддержали прорыв домашней команды, в том числе финансово. На сегодняшний день это бюджетные средства, но мы активно ищем партнеров, заинтересованных в развитии футбола, спорта на территории городского округа. И, соответственно, надеемся, что добавим также спонсорские средства. Это нам позволит более качественно провести сезон. Первые матчи «Олимпервенство России» в рамках ФНЛ-2 назначены на 16 июля. Красногорцы, параллельно играя в региональном чемпионате, интенсивно готовятся к всероссийскому старту. Соперники пока не определены, но со дня на день будут объявлены результаты распределения по группам. Взоркам ожидают, что играть предстоит в зоне «Центр» или «Запад».